Очень интересно устроен человек. Здравствуйте, во-первых. Вот обратите внимание, наша недельная глава Корах, которая начинает рассказывать нам вообще интересные истории, которые полностью пересекаются с нашим сегодняшним днем, то не грех вернуться чуть назад. После исхода из Египта, прошло чуть больше года, вот в историях, которых мы с вами разбираем. В памяти народа свежи воспоминания о чудесах, которые явил Всевышний. Египту нанесены 10 ударов, которые никак не спишешь на случайность, все видно, все понятно. Раздвижение Красного моря прямо перед глазами. 12 разведчиков, где в прошлой главе, в этой главе тоже все понятно, было со всей очевидностью. Всевышний сказал, вот так правильно, так неправильно, вот моя воля. Продемонстрировал наказанием, продемонстрировал награду, все увидели, кто управляет миром, все понятно. И так, сомнений казалось бы, нет. Но, что-то у человека вечного в башке не так. Что-то перескакивает, что-то не укладывается. Не в том дело, что мы не можем увидеть чудо. Мы увидели, люди видели чудо. Да и каждый в своей жизни видел чудо. Просто проанализировать можно. Понятно, в принципе, если ты хочешь честно сесть, поговорить, кто управляет Вселенной, понятно. Но в процессе познания у человека выстраивается определенная картина мира. Не обязательно вот такая вот, прямо одинаковая у всех. У каждого отдельные элементы жизненных впечатлений, у каждого религиозность на своем каком-то уровне, на своей системе ценностей. И каждый создает такое собственное мировоззрение, которое не всегда похоже на то, что надо. И возникает проблема иногда. Вот это частное мировоззрение, мое там и любого другого. Да плохо сталкивается с нелогичностью. И вот Корох, он как бы, я же такой умный, такой богатый, такой сильный. И тут, понимаешь, я вот не первый, не второй, не четвертый, а где-то шестой. Все у человека начинает делать. Я, кстати, на постсоветском пространстве знаком был практически со всеми мега богатыми людьми. И вы знаете, примерно такое же у всех. Как только переваливает за какую-то цифру, он думает, почему я начинаю давать советы министрам, там, правительствам, верят в собственную непогрешимость. А почему? Ведь заработок распределяется наверху. В трактате Баба Батра приходится рассказ рабы Барханы, что однажды во время путешествия я встретил одного раба, который стал, хочет я тебе покажу место, где земля проглотила Короха. И он подвел меня к двум расчелинам, написано. И там опустил так хлопковую бумагу, она опалилась вся. И вот каждые 30 дней, говорит, поднимаются эти люди с глубокого генома, кричат, «Маше, правда, Тора, истина!» и опять опускаются на такие страдания. Так описано в наших книгах. Мы можем верить, можем не верить, это наше личное дело. Но пока все, что написано в наших книгах, происходит. А для чего нам это рассказывается? Страшное преступление Короха было, знаете, оно очень созвучно с нашими дьями. Бессмысленность конфликтов вот этих всех, это же нам описан дикий, глупый конфликт. И вот эта бессмысленность конфликта с тех пор и по наши дни, она продолжается. Ничего не изменилось. Ведь вот этот взгляд Торы на борьбу за правду, это очень сложная тема. Всегда наши мудрецы сказали, цель, средства и последствия. Вот о чем должен думать человек, когда он намерен разоблачить, так сказать, несправедливость. От самой маленькой нечестности, кто торгует лавки, до самой большой, эксплуатации класса человеков. Знаете, вот все политики, приходящие в власть, обратите внимание, сказано, опять-таки, притча Шлома, один кошелек будет для всех у нас, говорит, многие их бегут козлу. То есть, люди, которые рассказывают, что все будет общее, все будет у нас вместе, там и так далее, написано это от зла. А люди, которые рассказывают нам, что вот смотрите, вот на меня посмотрите, я такой хороший, вот я вот такой. А почему ты такой хороший? Только потому, что ты заработала 2 доллара больше, чем тот, или там умеешь говорить чуть лучше. Понимаете, написано, что Машиев не придет, пока не рухнут все основы. Люди опирались на, капитализм, поверили в него, потом еще что-то. Сейчас такой вот демократия, стала демократия. Но демократия, это же надо понять правильно. Если мы все понимаем, что, мягко говоря, глупых людей больше, чем умных, то демократия, это осознанная власть дурака. То есть, голосуют те, кто, мы сами подразумеваем их, мягко говоря, больше. И, значит, в конечном итоге, мы обречены на вот такие вот решения. Кроме того, конфликтность сама по себе, она ужасная. И вот посмотрите, сцена с воскурениями в нашей недельной главе. Сказано, 250 человек, Машиев говорит, подойдите с совками, вместе с Аароном, и со мной, и кто один из нас выживет. И 250 человек, каждый верит, что именно его, не Аарона великого, которого они видели, не Маши, никого, а вот меня изберут. То есть, 250 человек, вместе с Корохом, идут на гибель только по одной причине. Потому что был конфликт, потому что все разошли себя. Поэтому нам вчитываться и вчитываться в эту недельную главу. В ней коды того, как выходить из ситуации. Но в любом случае, как из Короха был выход, так и со всего остального. Какая разница, кто против тебя, если Бог с тобой. Брахавая от Слаха. Брахавая от Слаха.